всем привет открываю новую рубрику рубрика будет носить такой прикладной характер и буду стараться делать это на определенных примерах вот первое видео из данной рубрики тоже на конкретном примере несколько наверное месяцев назад я публиковал одно интересное видео с беспределом полиции сейчас небольшой кусочек вставлю там из нарезочки до чтобы вы вспомнили если не смотрели вы это видео то перейдите по ссылке в описании посмотрите что это была за история а дальше потом вернетесь и посмотрите что же я предлагаю подкройте пожалуйста врачок чтобы я в вашем присутствии давайте вместе сниму не я просто буду смотреть и все я туда даже лазить не буду не ну это что же это его машина не я друг под ваше видео машина его давайте под ваше видео и все давайте мы не будем я проведу наружный осмотр я лазить сам нигде не буду вы просто сами покажите мне давайте с хозяином поедете с нами сейчас да ну я причем потому что вы в автомобиле точно так же находились и второй это ваш телефон или его ну его наверное сумка ж не моя моя сумка сейчас мы проверим позаписываем данные мы лежат кабель сейчас лёдочка такой вот был веселенький случай целый набор уголовных правонарушений вот как мне кажется как я считаю со стороны полицейских это и незаконное проникновение в автомобиль и фальсификации административных материалов и потом вы видели когда полицейский фактически но в этом можно считать грабежом да потому что он открыто завладел чужим имуществом да и мало того еще воздействовал скажем так психологически на пассажира втянул его вот в этот самый грабеж и завладел двумя телефонами водителя и после этого я подал заявление в гбр и гбр в принципе по привычке даже в этом шикарном такому в кавычках шикарном случай тоже не усмотрела никакого правонарушения со стороны полицейских а в конце оригинального видео автор писал о том что он подал подавал иски чтобы обжаловать постановление которое на него составили полицейские но ему не удалось это сделать как бы правильно суд вернул ему назад иски и ему пришлось платить штраф и вот вся эта история в принципе таких историй много но вот почему-то это меня натолкнуло на такую мысль о том что необходимо что-то поменять да в этой вот конкретно в этой ситуации да и вообще много разных ситуаций много различных скажем так законов и подзаконных нормативных правовых актов где можно было бы и следовало бы поменять некие моменты поскольку мы сами этого не можем сделать да но можем при этом обратиться к народным депутатам и в данном случае в конкретном поскольку вопрос касается у нас полиции связанный с полицией я предлагаю обратиться к александру куницкому соответствующим заявлением его я приложу и под роликом здесь в ютубе если вы смотрите в фейсбуке фейсбуке тоже отдельно опубликую это заявление что ну что я предлагаю смотрите полицейский который выписывает на месте постановления он в общем то то что они там нарушают процедуру это как бы понятно да но в принципе что происходит вот я распечаталась приказа 1395 это бланк бланк постановления полицейскому просто нужно вот по подсказкам на каждой в каждой строчке написать то что указано да там там призвище там еще что то еще то есть все ничего не нужно как бы выдумывать все очень просто да просто заполнил бланк и все оторвал корешок и свободен работу типа сделал свою а когда человек захочет обжаловать это постановление ему нужно ну он опять-таки может обжаловать его через вышестоящее руководство подав жалобу на постановление это в порядке предусмотренном купа либо же подать иск исковое заявление в суд в порядке предусмотренном кассу кассу это кодекс административного судопроизводства и в если с жалобой там еще в принципе все понятно там несложно то кассу предполагает много различных условий и требований к форме заявления искового заявления к реквизитам которые должны быть указаны к порядку подачи к срокам подачи и еще много-много всяких нюансов которые обычно люди не знают и после этого как они подали сделали часто их такие исковые заявления либо же не принимают либо же не удовлетворяют просто потому что это сложно ну как бы для обывателя это сложно да для человека который практикуют в этой сфере ему как бы проще и понятней а для обывателя это сложно поэтому получается такая интересная ситуация когда полицейскому вообще можно ничего не знать и он вот возьмет бланк по подсказкам заполнен а человеку потом чтобы это обжаловать нужно в общем-то немножечко позаниматься до изучить законодательство правильно это все оформить и т.д. и т.п. немножечко несправедливо получается почему это процесс обжалования гораздо более усложнен нежели процесс привлечения к ответственности это ну как бы несправедливо я считаю и второй момент смотрите какой еще интересный поскольку у нас суды сейчас очень сильно загружены да и даже если человек бывает подал исковое заявление на постановление на отмену постановления то она может скажем так быть рассмотрена не сразу через какое-то время а в это время уже полиция постановление отправляет в исполнительную службу и вроде бы как срок на обжалование постановление еще не прошел суд принял исковое заявление но с человека уже как бы начинают взыскивать деньги в принудительном порядке два данных вопроса можно как бы попытаться решить в внеся некие изменения в законодательстве внеся в законодательстве изменения по поводу порядка что я предлагаю будет я считаю абсолютно справедливым если человек сможет обжаловать постановление в упрощенном порядке вот если полицейский в упрощенном порядке выносит постановление да вот вот таком бланке то тогда необходимо предусмотреть такой же самый бланк для оспаривания постановления причем установить такой вот порядок что человек заполняет данный бланк да там описывает в соответствующей графе свои там возражения какие-то и отправляет его в полицию и тогда происходит следующее в полиции сначала начальник рассматривает это ну это пусть ну пусть это будет жалоба допустим неважно можно назвать как угодно пусть это будет жалоба он сначала рассматривает эту жалобу либо он ее удовлетворяет и отменяет постановление либо если он ее не удовлетворяет эту жалобу то он вместе уже со своим решением отправляет это все суд и тогда суд рассматривает уже это дело и как раз получается что и сам порядок упростился и постановление не будет подано в исполнительную службу пока идет процесс обжалования возможно кому-то покажется это каким-то там неправильным или странным можете написать в комментариях если же вы считаете что такой порядок допустим и он логичен и правилен то вы сможете вместе со мной подать такое заявление александру куницкому по ссылке там в ю тубе будет наверное размену не наверное попробую сделать наверное и в ю тубе отдельно закачать это заявление на какой-то файлообменник а в фейсбуке там проще да в фейсбуке тоже куда-то прикреплю либо в комментарии прикреплю либо к самому этому видео к посту прикреплю это заявление и вы точно также сможете подать почему почему как бы я вам предлагаю это сделать вместе со мной одно заявление возможно не даст никакого эффекта а если такие заявления александру придет там сотню но наверное тогда александр просто вынужден будет как-то реагировать да ну а не подумайте ничего плохого ничего личного в отношении александра у меня нет но как я уже говорил поскольку он стал народным депутатом то пусть наверное представляет все такие интересы народа если народ его о чем-то просит то пусть александр как народный депутат реагирует на это да опять таки повторюсь у нас с вами нет права законодательной инициативы а у александра есть такое право поэтому если александр считает себя борцом против вот этой всей системы полицейской то я думаю он должен отреагировать в принципе такие подобные видео я планирую делать и дальше уже есть несколько еще там других инициатив опять таки пока это касается только лишь там полиции правоохранительных органов но по большому счету это как бы не ограничивается только этими вопросами если у вас есть тоже какие-то интересные инициативы пишите мне в личку куда-нибудь да в комментариях ютубе и в фейсбуке это может потеряться я могу просто не прочитать действительно много комментариев я могу просто не увидеть лучше пишите в личку конкретно четко понятно что вы предлагаете изменить в том либо ином законодательном акте и мы уже будем смотреть кто является там профильным депутатом который находится в том либо ином комитете до которого именно касается эта инициатива и будем именно ему отправлять такое заявление да так что всех еще раз призываю скачивайте заявление пишите туда свои данные подписывайте и по указанному адресу отправляйте александру куницкого возможно александр увидит просто это видео и как-то отреагирует ну нет тогда придется отреагировать на какое-то количество письменных заявлений полученных по почте все на сегодня пока а 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 Добавил субтитры Алексею Дубровскому